Сегодняшний выпуск был скорее выбросом скопившихся эмоций. Просто я уверен в крипте, как никогда раньше. И я хочу, чтобы как можно больше людей наконец поняли, мир меняется, люди меняются. И именно поэтому крипта становится жизненно необходимой для всей нашей планеты. Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новый выпуск. Сегодня у меня для вас большие новости. Начинается Криптомания 2.0. Этот бычий рынок будет значительно отличаться от всего, что мы видели прежде. Почему? Потому что будет целых два бычьих криптовалютных рынка одновременно, которые столкнутся вместе. Я объясню вам более детально, что я имею в виду в этом ролике. Сегодня этого почти никто не видит и почему-то не понимает. Также мы обсудим столкновения разных поколений, когда старшее поколение прямо сейчас входит в золото, а младшая выбирает биткоин. Я делаю этот вывод, исходя из доступной мне информации. Также мы видим большой интерес, который увеличивается со стороны индивидуальных и институциональных инвесторов. Я говорил об этом во вчерашнем ролике. Кстати, если вы его не видели, ссылка на него будет в описании. Как вы, наверное, понимаете, меняется не только мир, но и криптоиндустрия вместе с ним. И этому есть все больше доказательств. Например, Государственный банк Швейцарии становится первым банком страны, который объявил о своих криптопланах. Он запускает криптосервисы. Даже банки капитулируют. Даже банки говорят, мы лежим на лопатках. Мы больше не боремся с криптой, мы входим в нее. Я помню, как я снимал видео, в которых освещал борьбу банков против крипты. Теперь я снимаю видео о том, как банки входят в крипту. Мы видели, как JP Morgan пришел в крипту. Мы видели PayPal, MasterCard, Visa. Все входят в крипту. Почему все идут в крипту? Потому что они видят, что здесь происходит стремительное развитие, и буллран не за горами. А буллран это то место, где больше всего возможностей. И у вас должна быть позиция, чтобы когда он начнется, вы оказались на острие копья. Также мы поговорим о важных причинах, почему крипта просто запрограммирована на невероятный успех в современных условиях. Такой успех, который не видели еще в других индустриях никогда. Посмотрите на эту модель. Биткоин 200 тысяч долларов уже в сентябре 2024. Эфириум за 10-20 тысяч. Звучит смешно. Но в конце этого видео вы поймете, что это вполне реальная перспектива, потому что это уже происходило раньше. Просто цифры были другими. Почему я говорю о биткоине за 200 тысяч, об эфириуме за сумасшедшие 10-20? Когда я смотрю, куда двигается наша криптоиндустрия, как стремительно она растет, я просто не могу не верить в такие ее достижения. Самое важное, что приводит к ускорению развития криптовалюты, это происходящие процессы в экономике. А именно те процессы, которые ее изменяют прямо сегодня. Причина, почему крипта растет, почему биткоин вырастет до 200 тысяч, эфириум до 20, заключается в значительных экономических сдвигах, которые происходят пока еще незаметно на рынках и в мире. Экономика меняется. И это только в плюс биткоину и криптовалюте. И сейчас я расскажу вам почему. Мы видели ужасные события по всему миру в этом году. Я не буду их называть, вы и так знаете, что я имею в виду. А ютубу может не понравиться то, что это озвучено вслух. Есть статистика, что из-за этого 39% младших миллениалов вынуждено вернулись домой. Причина также заключается и в том, как именно мир распределился на сообщество. Я имею в виду, что есть люди, приближенные к печатному станку, а есть просто обычные люди, которые за эти печатанные деньги много и тяжело работают. Когда вы находитесь у станка, вы можете получать дешевые, только что созданные фиатные деньги прямо на свой банковский счет за низкие процентные ставки, которые, кстати говоря, вам вообще могут простить, если вы хорошие друзья с владельцами станка, центральными банкирами. Мы видели это в США, когда они раздавали финансовую помощь неведомо кому, а затем прощали этот долг. Деньги напечатаны. Я работаю за деньги, вы работаете за деньги. Некоторые люди, очень малые проценты населения мира, получают эти деньги либо очень дешево, либо вообще бесплатно. Затем они покупают за эти деньги активы, акции, чтобы потом зафиксировать их на вас, или недвижимость, чтобы ваши дети потом не могли купить эти чрезмерно раздутые в цене городские коробки. И поэтому младшие миллениалы остаются или возвращаются домой. 39% это очень много. А все из-за тех людей, которые находятся близко к принтеру. Так и работает эта система. Но хорошо, что люди начинают это понимать. Теперь мы видим, что как минимум те люди, которые ушли от крипты после длительного медвежьего рынка, сегодня возвращаются. Мы видели криптоманию в 2017, очевидно. Множество людей пришли на крипторынок, а затем ушли. Теперь они возвращаются, но уже с пониманием важности всего этого. Например, сейчас мы видим большой процент молодых людей, которые инвестируют в биткоин. Пока старшее поколение уходит в золото, молодые люди выбирают биткоин. Они пытаются накопить хотя бы одну монету, а сегодня это совсем непросто. Это 11 тысяч долларов. В этой статье описана статистика, которую предоставил банк Джей Пи Морган. Инвесторы, как правило, интересуются альтернативными активами. Но старшие люди покупают золото, а более молодые выбирают биткоин. Говорят, стратеги банка во главе с Николасом Пани Герцеглу. На самом деле удивительно видеть такие отчеты от Джей Пи Морган. Можно считать это индикатором того, что они все-таки решили, что будущее за биткоином. Ведь даже несмотря на то, что золото тоже будет очень важным активом даже в будущем, это его историческая функция, новое поколение предпочитает биткоин. Оно выбирает цифровое золото. Почему? Новое поколение живет онлайн. Мы с вами живем онлайн. Мы торгуем онлайн. У нас, друзья, не на соседней улице, а по всему миру, который находится онлайн. Мне неинтересно, что происходит в доме напротив. Мне интересно найти людей онлайн с таким же мировоззрением, как у меня. Глобальный поиск по всей планете. Поэтому я сейчас и веду этот канал. Мы находимся в моменте истории, когда концепт закрытия людей в границах национальных государств теряет актуальность. Сегодня он не так важен, как лет 50 назад. Даже 20 лет назад. Потому что теперь мы связаны еще больше с людьми в других странах, которые разделяют наши интересы, нашу субкультуру, наши взгляды и наши надежды. И намного лучше дружить и общаться именно с такими людьми и формировать свое собственное общество. И это то, к чему большинство молодежи сейчас и приходит. Поэтому не имеет смысла сейчас делиться на государства и племена. Никому это не интересно в том понимании, в котором мы это знали несколько десятков лет назад. Это новый мир и новая экономика, которая требует какой-то цифровой дефицитности. Цифрового золота, если хотите. Точно так же, как общество оффлайн требовало чего-то дефицитного, чтобы определять ценность товара и нашло золото. Это очень важно. Вот почему биткоин является ключевым элементом в новой экономике. Вот почему биткоин будет только приобретать ценность, спрос и желанность. Нужно понять, наконец, трансграничную природу не только этой инвестиции и торговли, но и нового поколения. Поколения, которые даже младше меня. Я говорю о тех людях, которым сейчас 10-15 лет. Они не знают этого мира без средства, которые держит весь мир онлайн, смартфона и интернета. Да, в мое время были эти толстые ноки, на которых мы играли в змейку, но это новое поколение совершенно другое. Их мышление совершенно другое. Оно даже еще более глобальное и интернациональное, чем у нас. Теперь мы приходим к выводу, которому я веду. Времена изменились навсегда. И это легко понять, даже просто изучив инвестиции, инвестиционные стратегии новых инвесторов и старых. Кроме того, все эти люди до 18 лет сейчас даже не могут получить брокерский счет, но они могут получить биткоин. Теперь давайте вернемся к вопросу о двойном булране, о котором я в начале видео вам сказал. Когда я прочел эту статью от 5 августа 2020 года, я понял, что на самом деле мы имеем дело с двумя бычьими рынками, которые происходят одновременно и сталкиваются друг с другом. Это автор статьи, Анил Лула, один из основателей Delphi Digital. Что он имеет в виду под двойным буллраном? Первый буллран это перетекание капитала из зомби-проектов в те, чей продукт действительно используется и набирает ценность. Зомби-проекты это альткоины, которые абсолютно бесполезны. Это означает, что у вас есть шансы купить какой-то альткоин зомби-проект, капитал из которого будет перетекать в криптопроекты с реальной ценностью, а вы будете терять свои инвестиции. Именно поэтому мы видим такой бум на рынке DeFi альткоинов. Именно зомби-проекты и подпитывают этот бум даже без новых денег. Автор статьи указывает в качестве примера такого проекта зомби XRP. Но с этим я точно не согласен, я уверен XRP рано или поздно удивит нас всех. Итак, это первый буллран. И теперь второй. Он будет связан с печатанием денег и с безответственной монетарной и фискальной политикой, которая сейчас ведется по всему миру. Но мы больше сфокусируемся именно на монетарной. И это, кстати, то, к чему большинство людей либо относятся безразлично, либо не обращают внимания на это вовсе. Они смотрят на эти бегущие циферки, долги, которые постоянно растут. И те, кто хотя бы безразлично относится к этому, думают, а куда бы вложить свои деньги? В акции, которые раздуваются искусственно. В золото. Сейчас физическое золото продают крайне неохотно. Некоторые банки даже ограничили его покупку сейчас, когда золото уже выстрелило выше 2000. Но даже если вам удастся получить небумажное золото, вам будет сложно хранить его, сложно транспортировать. Попробуйте вывести кусок золота за границу. Например, в Венесуэле у вас это точно не получится. У вас не получится быть свободными с золотом, так же, как с биткоином. Биткоин это код у вас в голове. Вы всегда будете иметь доступ к своему состоянию в любой точке мира и в любое время, просто зная этот код. Приватный ключ. Вы просто вдумайтесь в это. 12 слов и в ваше богатство всегда с вами. Это безумие. О таком 15 лет назад даже не думали. Вы просто запоминаете свое богатство. Если у вас миллионы долларов, миллиарды долларов, все они хранятся просто у вас в мозгах. Просто задумайтесь, насколько это изумительно. Насколько потрясающий биткоин, как технология. Вы переезжаете через границу со слитком золота, и у вас его конфисковали. Вы переезжаете даже без сумки, абсолютно пустые, даже просто голые. И ваше богатство находится у вас в голове. Его невозможно конфисковать. Когда я вдумываюсь в это, мне просто башню сносит. Но нужно еще кое-что понять насчет этих цифр, которые прямо сейчас на ваших глазах растут. Многие думают, что долг это то, что мы должны самим себе, и все нормально. Это не кредитный долг на их карте или в их банке. Да, это большие цифры, но нам не нужно их никому отдавать, и поэтому никакой проблемы в этом нет. Есть. И очень большая. Подытожим. Двойной буллран. Первый – это буллран качественных альткоинов. И второй буллран – это взрыв биткоина, который даже еще не начался, несмотря на его прорыв от 9 до 11 тысяч. Но это только начало. Настоящий камбэк биткоина – это рост выше 20 тысяч. Сейчас я покажу вам отрывок из одной книги, которую я считаю очень важной и для понимания проблемы долговых пузырей, и проблем монетарной политики, и перспектив криптовалюты. Она называется «Человеческая деятельность. Тракт по экономической теории». В ней мы находим отрывок. Самая популярная из этих доктрин кристаллизовалась во фразе «Государственный долг не бремя, поскольку мы должны сами себе». Если бы это было так, то полное уничтожение государственного долга было бы безобидной операцией, простым бухгалтерским действием. Дело же в том, что государственный долг есть воплощение требований людей, которые в прошлом верили свой капитал государству, к тем, кто сегодня производит новое богатство. Проще говоря, ребята, вы берете в долг у следующего поколения, чтобы сделать что-то в своем. Вот в чем соль этого долга. Это ответ на вопрос, кому мы все, блин, должны такие огромные суммы? Кому должны государства этого мира? И угадайте, что? Сегодня именно то время, когда пришла пора платить по счетам, платить налогами, платить падением уровня жизни и так далее. В США эту проблему решают печатанием денег, но тем самым они обесценивают свою собственную валюту, обесценивают ее значение и положение как мировой резервной валюты и понижают доверие к ней. В конце концов, когда это доверие утрачено, когда вера подорвана, начинается поиск альтернативы. А альтернативы это цифровые валюты центральных банков, криптовалюты. А теперь, будто бы отвечая на возмущенные вопросы насчет 200 тысяч долларов за биткоин, 10-20 тысяч долларов за эфириум, представьте, что вы находитесь где-то вот здесь. Эфириум стоит 1 доллар. И тут кто-то к вам подходит и говорит, что эфириум подорожает в полторы тысячи раз. Что он будет стоить почти полторы тысячи долларов на пике, как в 2017. Что бы вы ему сказали? Думаю, то же самое, что и сегодня, когда эфир стоит 400, а вам сказали, что он вырастет до 10-20 тысяч долларов. Что всего в 25-50 раз больше, а не в 1500 раз больше, как это было в прошлом. От изначальной цены. Сегодняшний выпуск был скорее выбросом скопившихся эмоций. Просто я уверен в крипте, как никогда раньше. И я хочу, чтобы как можно больше людей наконец поняли, мир меняется, люди меняются. И именно поэтому крипта становится жизненно необходимой для всей нашей планеты. А меня зовут Богатейший Ди. Ставьте лайки, если видео вам понравилось. Делитесь видео с друзьями, комментируйте. И обязательно богатейте. До скорого.